общий привет друзья сегодня у меня будет коротенький обзор на тему урок с глухой сурдиной вот у меня глухая сурдина так вот видите эти сурдины глухие сурдины цена сами видите 3.34 доллара бесплатная пересылка то есть стоит они копейки можно выбрать золотого цвета можно выбрать желтого вот есть немножко отличающийся но это уже более солидная компания бах модель practice mute ну и цена у нее другая но здесь уже чисто брендовость я думаю что разница в звуке будет минимальная предназначение этой сурдины вытекает из самого названия глухая сурдина то есть как бы подразумевается что с этой сурдины надо заниматься чтобы не мешать своим соседям и никому звуком трубы вот стоит она копейки поэтому ли вы можете приобрести здесь у меня сплошное кольцо в отличие от обычной сурдины которая препятствует потоку воздуха вот здесь маленькие две дырочки которые позволяют воздуху небольшому количеству воздуха выйти наружу посмотрим насколько это сурдина препятствует звуку послушаем ну вот это у нас звук сурдины а теперь без сурдины ну конечно сурдины снижают звук как и любая сурдина это чуть-чуть даже может быть больше вот можно ли заниматься звукой сурдины нужно ли это делать на этот вопрос тимофей дакшитсер говорит так что сурдины этой заниматься можно только в крайних случаях и вот что говорит тимофей дакшитсер о работе сурдины нужно иметь ввиду что занятие сурдины не позволяет исполнителю объективно оценить качество своего натурального звука поэтому ежедневные индивидуальные занятия сурдины следует считать ненормальным явлением в практике трубача изобретенные специальные сурдины занять для занятий так называемые отельные ну или так называемые глухие сурдины предназначены только для разыгрывания действительно сурдины можно разыграться размять губы если это необходимо но практика тематических занятий сурдины недопустимым вот что говорит тимофей дакшитсер о глухих сурдинах в данном случае я полностью согласен потому что я вижу разумное применение сурдины только в двух случаях это если вы например составе оркестра едете на поезде или на самолете или в автобусе и вы хотите например у вас длительный переезд или длительный перелет и вам нужно обязательно подуть хотя бы 15-20 минут потому что вы прилетаете например на гастроли и спускаете самолет а через два часа у вас концерт через пять часов в данном случае вам обязательно нужно подуть вот может быть вам покажется странным сама мусор в том что дуть в самолете но дело в том что если идет оркестр на гастроли то все вокруг музыканты никто не делится вот все например спят ну в данном случае взяли сурдину ставили и тихонечко себе в углу подули длинные нотки или какие-то пассажи чтобы размять губы чтобы почувствовать какие-то какой-то практический результат случае же домашних занятий мне кажется что это совершенно непригодна она вообще не нужно ее использовать абсолютно лучше в данном случае использовать уже шкаф с одеждой или например вы можете засунуть трубу под одеяло и играть почему потому что сурдина препятствует выходу воздуха а если например вы занимаетесь под одеялом то в таком случае у вас здесь получается воздушный мешок который глушит за ней который глушит воздух примерно в таком же уровне но в данном случае у вас воздух не упирается в эту стену которая которая является сурдиной то есть воздух выходит и в этом случае вы хотя бы дуете нормально воздух звук будет зажать приглушен но я считаю что если вы хотите позаниматься дома так сказать под сурдинку лучше для этого использовать или шкаф засунуть туда растут например и спокойнее играть или одеяло намотали его себе сделали здесь воздушный пузырь чтобы он был собирался около раз труба чтобы воздух хотя бы выдувал еще раз хочу сказать что это тоже этот способ годится для буквально каких-то считанных дней например вы приехали бабушки в этих случаях да это лучше чем вообще не занимает но это совершенно непродуктивные занятия и конечно лучше такие занятия чем никаких но они совершенно не могут быть продолжительными то заниматься так постоянно нельзя ни в коем случае вы испортите аппарат вы испортите друг вы испортите все на свете это только для каких-то повторюсь двух-трех дневных очень-очень ограниченным времени потому что в случае занятий в случае ваших занятий вы должны работать над звуком вы должны слышать все нюансы вы должны обращать внимание на мощь звука на его тишину вы должны играть громко тихо скользить вверх скользить вниз и поэтому глухая сурдина это я вам скажу изобретение на очень короткий промежуток времени то есть иногда она пригождается иногда она бывает нужна но в основном лучше избегать заниматься помощью глухой сурдины поэтому повторюсь еще раз все глухие сурдины являются неплохим неплохим средством для того чтобы чтобы подниматься крайне сложной обстановке очень краткосрочный день два максимум постоянно заниматься глухими совершенно нельзя ну вот на этом я буду заканчивать свой ролик спасибо за внимание подписывайтесь на мой канал выдавайте любые вопросы всем пока